Здравствуйте, друзья! И сегодня я хочу познакомить вас с Никой Савлович. Чем мне интересно стала эта девочка? Тем, что она выросла в семье предпринимателя, предпринимателей. Ее папа топ-лидер сегодня в компании Forever в Украине. И она с маленького как бы вот растет в этой среде. И когда-то Сергей Савлович, ее папа, рассказывал, что она сделала такое заявление при маме, что когда она вырастет, она не пойдет на работу, а будет заниматься бизнесом forever. И вот я хочу, чтобы, Ника, ты рассказала, как все у тебя сложилось в этой связи. Хорошо. Сложилось хорошо? Да. Мне или ты держу? Я держу. Всем привет! Меня зовут Ника Савлович, мне 19 лет. И я, можно сказать, ребенок семинаров. Да, да. Потому что на ВЭС первый раз я приехала в 14 лет по своему желанию. И до этого на местные семинары папа меня брал еще с момента подключения. Это лет с шести, мне кажется. С семи, восьни, ну вот так вот. И я тогда наблюдала за многими, за мамой, за знакомыми. И еще совсем я была маленькая, я понимала, ну я не хочу работать, я не хочу. А мама чем занимается? У мамы был свой бизнес наземный. Мама предприниматель. Да, у нее был магазин, и случилось, что случилось, и ей пришлось уехать, и все. И оставить бизнес. Бизнеса нет в Киеве на земле, да? Ну да, как бы. Ну то есть суть в том, что у тебя, ты росла в семье, где мама была предприниматель в линейном бизнесе, а папа пошел в сетевой. Но при этом до Форевера мама с папой были вместе в сетевой компании, так что на семинарах я еще лет с трех. Ага, я поняла так. Да, и я наблюдала разные сценарии жизни. Я поняла, что мне не нравится, когда люди ходят, ну люди пусть делают, что хотят, но я не хочу себе такую историю, что с утра до вечера, с понедельника по пятницу, у тебя нет свободы, ты должен, ты должен, постоянно должен, должен, должен. И я хочу, например, отдохнуть, но нет отпуска. Я хочу что-то поменять, ну это же стабильнее. Хочу с друзьями потусить, да? Да, я хочу, я что-то хочу, а тут надо вот это. И я тогда наблюдала за папой, и что я видела детским взглядом? Сейчас я понимаю, что это немного не так. Но я видела, он приезжал к нам, мы гуляли, развлекались, деньги были, деньги тратились, но он ничего не делал. Всё, что он делал, это были какие-то семинары, он сейчас что-то рассказал, и мы поехали дальше гулять. И я думала, ну, это прикольно, ну это классно. И такие люди классные, вот Фархат, Наташа Демидова, я тогда как раз, они начинали, я их тогда с ними познакомилась. Думаю, ну такие классные здесь люди, и ты просто с ними общаешься, и тебе за это платят, ну вроде прикольно, почему бы и нет. И после вас семинара я решила, что я хочу делать этот бизнес, но когда началась война, я выехала за границу, и, ну скажем так, это не было моё желание, ну просто меня сестра отправила поработать. Вот это интересная история. То есть я тебя спросила, а что ты пошла на работу? А ты сказала, а я попала в такое окружение, где все работают. Это я к тому, что насколько окружение влияет на нас, даже, как говорится, на человека, казалось бы, уже с устоявшимся, да, каким-то взглядом, мышлением. Ну, ну пошла на работу в Германии. Скажем так, это было, ну, не по большому желанию, это было не из-за, там, нехватки денег, или просто реально было состояние такое тяжёлое. И мне сестра отправила, вот иди хоть что-то делай, как бы, ну, ещё и бонусом деньги получишь, думаю, ну, ладно. Я там продержалась месяц. Да-да, о чём занималась, кстати? Это было на складе большого супермаркета, там, в Германии, и на вот этой машинке я ездила. Вроде поначалу было прикольно, мне... Тобар развозила по полочкам. Да-да-да, мне надоело через неделю, а ушла через месяц уже. Чтобы зарплату заплатили хотя бы, да? Ну, как бы, да, там проблемы в документах, нельзя раньше уходить, да, я такая, всё. Так, что ещё? Я забыла уже. А, ну, окружение, да, то есть я уехала от папы, я долгое время уже не посещала семинаров, и сестра, муж, они работают. Ну, и как бы повлияли на меня. Ну, потом я решила, что я возвращаюсь домой, мне это уже не надо, и тогда я, ну, плюс-минус включаюсь forever, но, по сути, я включилась в августе этого года, и в сентябре закрыла супервайзер. Супер, классно, я же была на Дне успеха, тебя там, папа, поздравлял, какой огромный букет цветов. Какие планы дальше? Ближайшие, 100% менеджер, я очень хочу на GoDyne. На следующий семинар? Да, на феврале я хочу уже быть менеджером, если глобально, конечно, это бриллиант. Не, ну, мы сейчас, да, мы сейчас 10 лет до следующего семинара, и у тебя уже есть команда, то есть есть люди, которые с тобой тоже в бизнесе. Ну, как обычно папа говорит, новый уровень, только новыми людьми, поэтому... Это да, это правильно. Ну да, есть база, есть уже определенный опыт, я уже могу что-то передать своим, что-то даже новым уже начать их напитывать. Вот у тебя такой еще возраст, скажем так, нежный, как ты видишь свою жизнь? Прекрасно. Замечательно. У тебя какие-то планы, какие-то цели, куда-то поехать, где-то попутешествовать, что-то купить, что... У меня есть очень такая большая цель, я очень люблю своих родителей, и папа состоялся в бизнесе, я ему даже не знаю, что я ему могу купить. Да, что подарить, да. Человеку, которому все есть. Тут вопрос, я еще над этим думаю. Но мама, у нее немного другая история, они с папой развелись, и она сейчас отдельно. У меня есть мечта купить маме машину, возить ее с нами в путешествие, на семинар. Я очень хочу, чтобы она попала на семинар. Это просто цель очень большая. Разбудить маму, да? Да, потому что... А мама сейчас за границей? Да, она сейчас в Германии живет, работает. Тоже работа, да, понятно. И, естественно, я хочу и себе машину, квартиры, и очень хочу, ну, чтобы быть миллионером, это ты должен помочь миллионам. Вот это настолько классный бизнес, что ты помогаешь людям, ты отдаешь, и только тогда ты можешь что-то получить себе. То есть если ты хочешь денег, ну, есть такие люди, которые просто хотят денег. Да, да. Это не для вас. Ну, это просто скучно, когда ты приходишь к деньгам, потом, ну... Что с ними делать? У меня такое небольшое, скажем так, как это сказать, ну, неважно, как это слово улетело, прилетит. Да. Поправочка небольшая. Смотрите, у нас сейчас идет семинар Go Diamond. Да. У Ники папа, топ-литер, который сидит в зале на Go Diamond. Ники туда зайти нельзя. Меня с собой не берет. Она пока не менеджер. То есть папа никак не может составить ей протекцию. Правила есть правила. Правила есть правила, да. То есть она должна заработать этот статус и уже как законно, полноправно зайти в этот зал. Ну, это абсолютно правильно. Да, то есть я за этим наблюдаю, я в восторге, мне это очень нравится. Всегда... Мы недавно разговаривали, и ты меня спрашивала, как ты думаешь, легче мне или сложнее? Да, вот папа у тебя тут, да. Ну, как вам сказать? Строить бизнес. Потому что могут сказать... Вот тебе же, тебе человек приходит, и он тебе легко может сказать. Ну, тебе легко. Конечно, у тебя папа. Он же... Он же, да. С одной стороны, ну, вот я об этом тоже подумала пару дней. Да, вроде я его могу в любой момент пригласить, провести мне встречу или консультацию, но, в принципе, это не только у меня такая привилегия, это любой партнер может... Прийти, позвонить в любой момент, но он также может и меня сбрасывать, нету такого... Пойди уже сама поучись немножко. Да, и вот как раз-таки он мне иногда... Ну, вот просто пример. Я у него что-то спрашиваю, его ответ. А ты как думаешь? А как бы ты сделала? Ну, там вот так вот так. Включает твой мозг. Да. Я говорю, вот так вот так. Иди пробуй. Пап, не получилось. А еще какие есть варианты? Ну, то есть, давай вперед сама. Так же с Весом. Ну, вот в марте у меня был день рождения, папа мне подарил день рождения, а потом говорит, ну, дальше сама. Я тогда думала, ну, у меня как бы таких прям доходов еще нет. То есть билет он тебе подарил на день рождения? Ну, поездку. В марте вот поездку он оплатил. А, оплатил. А дальше Кипр. Сама. Сама, да. А Кипр подороже Турции, получается. Это точно. Вот именно. Очень выгодно подгадал. Я тогда думала, ну, как? Ну, где я их найду? Нашла. Молодец. Когда есть желание, все находится. Так что... Ну, а по поводу легче, это сложнее. Что партнерам, ну, как условно, ни родным людям, ни своим детям, он не может иногда как-то жестко ответить. Как-то так... Ну, в основном это же, ну, там, все хорошо, все хорошо. Даже сам папа говорил на одном из семинаров, что я не могу вас заставлять. Я не могу вам, ну, условно, диктовать правила. Да, диктовать условия. Ты должен вот это, ты должен там быть. Ты должен быть на семинаре. Ты должен, там, делать 4 кака. Ну, ты как бы делаешь, не делаешь, это твое право. А вот у меня есть здесь дочка. Ну, это папа говорил на семинаре. Вот ей я могу по голове настучать. Ты должна, ты должна быть на семинаре, оплатить его. Да, и уже условно, ну, он мне говорит, ну, ты же пример, ты же уже, там, второе поколение. Ну, как бы уже должна неплохой пример показывать, а хорошей, что надо быть на семинарах. Ну, я, в принципе, и не против. Я никогда не говорю, что я не поеду на семинар. Но в целом... Но тебе нужно напрячься. Еще сегодня на статусе супервайзера, я сама была на супервайзе, сама ездила на семинарах. То есть это нужно напрячься, чтобы поехать. То есть еще таких доходов нет, чтобы ты легко могла. Да, еще, конечно... Да, спокойно поехать. Мне очень понравилось в этой связи Атила, когда на семинаре, да, он сказал, он говорит, я своей дочери Жанет сказал, я не сэкономлю на себе ни одного доллара только для того, чтобы тебе больше осталось. Я буду тратить столько, сколько хочу на себя. По-моему, это вообще... Это супер. Ну, это замечательно, вот когда дети успешных людей не просто все получают просто так, а научись. Ну, у папы вот цель, он понимает, что он может, например, дать просто. А в чем смысл? В любой момент, ну, извините, у нас такие времена... Даже без таких времен, вот сегодня, да, сколько? Один за одним, там, то смерть, то все. То есть сегодня на семинаре было, мы сегодня опять рыдали первую половину, потому что очень много было людей, выступлений, у которых на пути к сегодняшнему успеху, когда они поднялись на сцену, ну, произошло много трагических событий. Это и смерти детей, это и смерти родителей, это тяжелые операции. Ну, вот так это все происходило. Вот, поэтому... И вот я считаю, что насколько он прав, что он тебя готовит, ну, чтобы... Да, чтобы если вдруг с ним случится, то ты абсолютно... Стоишь твердо на ногах, и у тебя в жизни все будет хорошо. Если с ним ничего не случится, он может спокойно отойти, жить своей жизнью, и у тебя опять же таки все будет хорошо. Это шикарно, это супер. Я тебе так благодарна, что мы с тобой наконец-то за два дня тут встретились. Ты же с Кипром планировали. Да, я еще так и пригодила взять у них интервью, что мы с тобой встретились, что ты мне все-таки рассказала свою историю. И я очень верю, и я надеюсь, что в следующий семинар я уже у тебя буду брать интервью, как у менеджера. Спасибо большое, я очень благодарна. Давай, пока-пока. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.